Паранормальное явление По информации, которую я получил, в 2008 году мужчина в ванной комнате зарезал свою жену, а сам задушил себя полиэтиленовым пакетом. У них был грудной ребенок, который умер от голода, продлежав некоторое время в квартире. Сюда приехали молодые люди фининговой службы. Одна девушка и два парня. У одного из них видеокамера. Наверное, снимают работу для отчета. Через некоторое время происходят необъяснимые и паранормальные вещи. Смотрим до конца, а потом мы проанализируем это видео. Она на пятре? Выбрасывать можно все, кроме мебели. Один в миске. Данечка, по первому случаю, рукой хорошо. Основной фронт работы приходится на ванную и спальню. Идемте. Приготовьтесь. Чего? Женщину нашли ванну в воде. Слушай, а можешь как-то подробнее рассказать, что вообще случилось? Об этом много говорили в новостях, но история мутная. Семья была необщительная и соседи особо ничего не видели и не знают. Муж зарезал жену в ванне, а потом сам пошел в спальню, пьел на пол, надел пакет и задохнулся. Нашли их спустя 12 дней, когда к соседям начала капать вонючая вода, и тогда они вызвали аварийку. А да, еще у них был ребенок, грудничок. Кажется, он умер от голода. Ты так спокойно об этом говоришь? Работала в морге. А-а-а. Слушай, я вообще известно, зачем он это сделал? Нет, у полиции никто положили. Блин. Слушай, так я одного не понимаю, неужели никто не слышал плач ребенка? Давайте работать в квартире на цвет, и нам бы по-хорошему побыстрее закончить. Мы сейчас выносим. Да, помышлено? Да, сейчас. Возьмешь камеру? Да. Да. Держи. Да. 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 А зачем снимать шторы? Такие вещи, как шторы, простынь, навыки. Хорошо впитывают крупный запах. Вот, смотрите. Где ты взял? На столе лежал. Выглядит жутко. Да. Осторожно, не порежься. Кажется, что-то есть. Может, не могу? Что ж кикает? Да, я посмотрю поближе. Так. Так. Вообще, похоже на молитву. Ты думаешь? Давай ты уберешь на место, откуда взял. Да, и осколки... Продолжен работать. Осколки надо даже убрать. Да. Осколки надо даже убрать. Ну, это, конечно, странно, что они тут, ну, так долго пролежали. Какой случай, это я на старушке пролежала в квартире. Десять или пятнадцать лет. Жесть. О, ё-мать. Что? Ну, вот до того, до столько и оттеп поднимается. Тут сантехник нужен. Понимаешь? Ху-у-у. Вот, зайду. Давай, пойду. Да, не перми тебя. Как видишь. Да, я не обидел. Аля, не снимал, не смей. Что? Что случилось? Это что было? Не знаю Эта штука была здесь? Нет, кажется не была Что там? Яна 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 постой Яна Тань Таня 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 По поиску аналогов я попытался найти данное фото Подумал, вдруг мне повезет Но нет Такого снимка не найдено Тем более это скриншот из видео, а не оригинал из интернета Обычно, когда вносишь в гугл фото из компьютера В большинстве случаев гугл находит источник фотографии или картинки Главное не менять название файла Парень достал фото из стола И положил ее обратно А она каким-то образом оказалась на матраце Молитва Это какая-то зловещая молитва и явно не Богу Написано в стиле Библии Евангелие от Луки 11 стир 10 Создается такое ощущение, что муж написал это до того, как сотворил ужасное Я искал в интернете эти слова И так же, как фотография, ничего такого не нашел КАСТРУЛЯ Судя по реакции девушки и у парня, который сказал ей Брось Там лежала, осмелюсь предположить, человечность И вообще, кастрюли не должно было быть На видео так и сказали Потом начинается самое интересное Девушка выбегает из квартиры А парень в кухне исчезает Оператор его ищет и на этом видео заканчивается Я, конечно, точно сказать не могу Но, возможно, история с этой семьей реальная Но видео, как по мне, снято в стиле Макиментари Если мерить по десятибальной шкале То я даю 9 из 10, что это Макиментари А что за квартира тут уже сложнее В любом случае, в местах, где происходили подобные вещи Смерть, страдания и тому подобное Часто встречается негативная энергия Я это называю дыханием холодной смерти Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok